Ну что, привет, ребята! Сегодня прекрасный день. Я отправляюсь на экскурсию по острову Тенерифе. И хочу вам ее показать в самых подробностях. Должен сейчас приехать мой экскурсовод. Его зовут Александр. Если он разрешит, я его сниму. Расскажет много интересного про этот остров и про все. Сейчас я сижу в лобби отеля. И жду его. И так, во сколько он должен приехать? Он должен приехать где-то в 10, забрать меня на тачке. Да, еще 10 минут. А, вот он прислал голосовое сообщение. Сейчас посмотрим, что он там обожарит. Александр. Доброе утро, Александр. Подождите, пожалуйста, на 5-10 минут больше, потому что я опаздываю. Да, окей, не вопрос. Я тебя уже здесь жду. Не торопись. Короче, опаздывает. Попросил меня подождать и... В общем, жду его, блин. Ну, в этом отеле я проживаю. Временно. И здесь я буду ждать Сашу. Оставлю рюкзачок здесь. В общем, в режиме и ожидания. Для мужчин вождение автомобиля, как заняться сексом. Почти каждый думает, что он умеет это лучше всех. Саша объясняет на двух языках, так как с нами на экскурсии... Люди из Румынии и из Майрустей. Лаунумит дупачеса скуфундату рашу, как сеномеште горячико. На Банановой роще, там есть такая крыша, как яйцо, да? И вот это яйцо и есть тот самый известный парк во всем мире, который называется Лоро парк. От чего произошло название Лоро? Лоро это попугаи. И он начинал реально с шестью попугаями, когда он увидел, что очень большие деньги сам делает на фотографирование людей. Там посмотрите попугаев на побережье. Тогда еще прибывали сюда американцы, англичане, большие потоки людей. И вот это вот все сделало его очень богатым человеком. Были какие-то запасы в Германии. Привез и открыл такой известный парк, который считается номер один в мире. Структура этого парка, все зверюшки пострижены, все прочешены. Значит, гориллы слушают симфонию ночи. Ложатся спать, бумажкой вытираются. Ну, короче, когда вы увидите, вы скажете, Александр, это было просто. Вот, так что самый лучший парк. И хозяин этого парка немец, он любит порядок, так что у него все на мазе. В общем, мы находимся на смотровой площадке. Еще раз есть какой-то мужик, я не знаю, кто он. Александр сейчас нам расскажет еще много интересных вещей. А это... Ой, какой... Да ладно, блин. Что у него здесь, писька что ли, блин? Конечно, натуральный рост и натуральную величину. Блин, вчера на пляже подхожу к девушке, раздевается голый, натирается кремом, блин. А здесь, да, а здесь мужик с большой писькой, ну что сделать, я не знаю, кто он, но... И мужик такой, руки вверх, о боже, почему мне трусы не дали? И вот, ошибая, он как его такой, опечаленный, я не знаю, где мои трусы. Он победил в чем-то, поэтому такой восторг, что он не смотрит, что он не смотрит. Его зовут Бенкома, звали. Бенкома? Бенкома. Ага. Значит, при завоевании он расстроился таким образом и скинулся с горы, давая указания своему населению. Вот с той горы, там есть пещера его, его пещера, его дом. И он правил северной частью острова, то есть у него аборигены были на ладошке все. Он давал указания, аборигены работали на земле. Да, и испанцы, при завоевании, когда были завоеваны острова, значит, испанцы зашли через святой крест, Санта Круз, через побережье, там, где находится на сегодняшний день столица, шли сюда, по набережной, потом следующее поселение, где втыкнули следующий крест или флаг испанский, который был завоеван уже, они назвали Байе де Гера. То есть там, где они воевали, они назвали Байе де Гера, это поле битвы. Потом они прошли еще чуть-чуть и на следующем этапе они в поселение втыкнули просто флаг испанский и назвали Матазнус. Матазнус это убийство. На сегодняшний день город называется Матазнус, но он звучит матанца в мягкой форме, значит, обозначает убийство. Если так порыться в словах, да, в слове, то можно найти убийство. Саша, можно перебью? А вот интересно, почему его изобразили без трусов? Потому что это все-таки абориген, они одевали... Что, он не носил хотя бы как... А из ялистка на селе? Они одевали, они одевали. У них была культура, язык, никто не знает, что это за язык, какая это культура, но они одевались. То есть, когда Кристофор Колумб заплывал сюда, на островах, он их увидел уже с шкурой козы, одеты, красиво, что женщины, что мужики. Разговаривали, были сдержанными, красавцами, атлантцы почти, потому что беловолосые все один как один, белая кожа, голубые глаза. Даже Кристофор Колумб не понял, почему такая жара, 365 дней в году жара, солнце, и они такие блондины. Никто их вообще не понял. Откуда они появились, до сих пор никто не знает. Может, и переписали историю, поэтому никто ничего не знает. Но на самом деле люди говорят, что это те самые атлантцы, которые спаслись Атлантиды на бревнах, на остатках разных предметов. Значит, это и есть Бенкома, который расстроился, скинул со скалы, и за ним спрыгнуло все население, чтобы не попасть в рабство испанцев. Испанцы завоевывали север, и они от расстройства скидывались со скалы. А почему? Потому что битва два года шла с испанцами между аборигенами, они тоже знали свои ходы, куда спрятаться. И они атаковали с тылу, сзади, защищали свои земли, да? То, что происходило всегда и сегодня тоже. И вот они защищали свои земли, а теперь просто тупо, если находили, пушками стреляли. Вот, поэтому они до последнего воевали, и если бы они не заболели, потому что тела, которые разлагались в течение двух лет, они не закапывали, они разлагались на солнце, пошла эпидемия чумы. И вот эта вот чума добила этих всех аборигенов больше. Испанцы, они, как сказать, позавидовали, позавидовали этим аборигенам, потому что у них все большое, понимаете? Ну, я сам ему завидую, я бы со скалы с так не бросился. Обратите внимание туда, сфотографируйте еще раз. Женщины, которые сюда приходят, приезжают на машинах только, чтобы потрогать половой орган, потереть... Да и что это такое, блядь? Чтобы было у нее плодотворности, счастье в жизни. То есть женщины, которые считают, что их никто не любит, то это так оно на самом деле. Вы не сказали? Нет, не говорила. Не надо. Доверие, как туалетная бумага. Задницу им можно вытереть только один раз. Музыка. 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 мне такой вопрос вчера обсуждались с моими попутчицами они смеялись почему города санта и пуэрто кончается на круз я не знаю здесь почему-то все города заканчивается на белокруз круз короче блин санта дело круз пуэрто дело круз и там еще дофига крузов короче здесь что любят тома круза ли что нет как это переводится дома круза видят видят по телевизору все если бы увидели лицо к лицу то его бы полюбили 100 процентов потребовалось некоторое время чтобы я привык к этим ощущениям как актеры известные очень хорошо а почему города заканчиваются крус это крест а там где крест на горе там все святое испанцы они верующие католики и они очень любят освещать именем святых и имени креста окрестности да то есть куда бы ни поехал куда бы ты не залазишь на какую гору бы не пошел все освещено круз крест в его имя креста порта дело круз порт креста то есть там был порт креста значит да мария бегать бела круз мария относится к кресту то есть вот такой вот да или санта круз святой круз крест то есть вот такой то есть они католики они очень любят разговаривают это и постоянно обсуждать про кружку спасибо теперь это знаю я не ассоциирую теперь что вам груза мы находимся на святых остров короче здесь местный источник нет нормально может здесь соленая здесь нормально очень вкусная вода с источника надо бы саша у тебя нету бутылки лишний набрать в дорогу у меня там пола и все хорошо сделай видос скажи вот мы приехали с видом на машине александр тур к источнику где прибавляется здоровье ребята только на канарах такой ты уже это все сказал так что мне добавить добавить нечего я только возьму водички ребята на самом деле здесь вот эта вода источника лечит лечит человека здесь очень много минералов это все стекает звука на 3d это очень питательная минерально богатая вода это очень хорошая вода я ажу на глазах возможно с собой в дорожку родниковой воды которая стекает звукам и тейды друзья обратите внимание даже государства я думаю что весь этот бизнес вода стейды разливание по бутылкам по канистрам который называется фон тейды источник тейды да все это разливают продают делают бабки такие деньги зарабатывать что вы за всю свою жизнь никогда не заработать такое количество денег и при том они и золотому источнику вода который течет до под контролем и они контролируют этот поток воды не дай бог кто-то наберет больше пяти восьми литров в день на человека написано да видите на человека не дай бог кто-то возьмет восемь или пяти литров в день то есть это все отслеживается нету камер никаких но может какой-то немец и постучать поэтому вам не поздоровится надо приезжать ночью заполнять канистры бесплатно да едем дальше набрали водички поехали короче приехали мы в город и козда лазвинов если я правильно произнес едем идем на дегустацию вин местных вин что я вина не очень пивно попробуем здесь такие улочки интересные узкие брусчатка классные улочки коротко все все пуска и колоритно ну что белое винишко я уже в говнишка сейчас попробуем что здесь интересно сейчас заходим в касса музей это музей лос качарис что здесь интересного значит этот пати этот пати это канарский пати значит называется лос канализ почему называется у нас канализ потому что здесь очень много входиков и это все содействует как канал то есть каждый каждый житель этого дома каждая часть семьи они выходили с разных дверей естественно это их комната да и называется канала то есть они выходили встречались на завтраке обед и ужин именно здесь потому что здесь был большой стол прислуги повара выходили с блюдами сервировку делали выходили в белых платьях из клопка хозяева с шапками с ляпами делали и в обеде на двери они проводили время именно здесь то есть здесь обедали и проводили время вот сегодняшний день это показываются пати это достопримечательность дома богатого дома дом строился из деревянной из дерева канадская сосна которая стругали вручную топорчиками разными предметами да в индивидуальном работе окна все сохранилось 16 века самые большие архитектуры строились поток архитектур 1632 году в 1632 году очень много домов построились потому что португальцы приезжали сюда нам на заработки со своим деревом со своими скулами станками ручными и вырезали балкончики строили дома стропилы а там что это музей футбола всех времен музей футбола всех времен испанская это испанская на это самые крутые футболисты и вот здесь собрали самые такие выдающие выдающиеся большие футболисты фотографии футболисты было КОНЕЦ Здесь мячи и бутсы всех времен, футбольных времен от самого древнего до самого современного как нам саня рассказал вот здесь до своего президентства приезжал зеленский я президент этой страны фотографировался я аж не лох посещал это здание это тоже какой-то музей вот она здесь был женой с детьми фоткался здесь hello hola hola такая красивая девчонка и from spain yes what your name you from barcelona very good i love barcelona i am from молдова молдова настоящий мужчина как волк либо один либо с одной волчицей навсегда а бегать за овцами это утил барана красивая девушка надо научиться на испанском чтобы их не поближе познакомиться но 3 all good bye thank you короче саня нам заказал кофе такое здесь местное кофе и нос коньяком фига себе это крутой кофе короче это очень вкусный кофе коньяк здесь не чувствуется здесь какая-то штучка бывает по-моему кусочек меда ну что попили бомбический кофе я такой вкусный кофе никогда в жизни не пил коньячок там прикольный кофе но если еще добавить 55 грамм чивоса туда это вообще что-то с чем-то а сейчас мы отправляемся дальше с александром и едем дальше посмотреть что нибудь какие-то интересные места за себе монеты блин дрался в обоисе с хочу рассказать этот дом значит этот дом дом богачей дом местных жителей канадцев которые занимались винами и у них здесь есть очень большой коврик а вот в том числе есть свои винарадники я не делают очень эксклюзивно сейчас мы попробуем я вам все отдельно расскажу по ходу сейчас будет дизгустация вина я очень пью вино но попробовать можно потолок потолок здесь очень редкого дерева как древние люди делали вырезали всю историю на дверях мы только что посмотрели вулкан местные местную культуру и надели все изображали на дверях то есть они показывают даже свою жизнь актуально как у них проходит и протекает жизнь португальцев с известных купцов известных мастеров просили чтобы скульптировали балкон и балкон это богатство настоятельность дома значит это рабы которые работали при доме то есть убирали дом это они здесь скульпировали значит плантации которые сыграли виноград и фрукты это купцы в соседнем городе чем саня сначала рассказывает это по румынски нашему попутчикам а потом по-русски но так как я румынский знаю я уже это понял уже выслушал и хочу посмотреть что здесь есть и вот здесь просто удивительный монет здесь есть и конечно вины длинный магазин здесь такие вина есть блин скажу дороговаты они здесь как говорит александр находятся коллекционами ну ладно давай уже продегустируем начинаем дегустировать вино запах просто прекрасно мне попробовать вино надо таких два стакана это понятно сыр вкуснее чем вино бля вообще офигенно это сладкое это вкуснее чем прошлое аромат если возбужден кстати здесь есть макет корабля христофор и колумба потом конечно да и габу хлишко прикупил две монеты подарок себе потому что я люблю монеты они здесь как сувениры продаются вот так вот выглядит одну такую монету дегустация прошла просто бомбическая мы сейчас выйдем возвращаемся к тачке едем дальше куда там дальше там же александр нам покажет пакет агенте агенте листой агенте листота линдуро и пакет один раз четыре года цветет короче этому растению это мотивирует 2580 лет это самое старое почему все сосчитали европе в европе почему сосчитали так потому что вы там в отверстие и вот с тех времен когда их ловили в клет они рассказывали жестами показывали что ему исполнилось сколько-то лет и можно реально проследить 700 летние которые 7 поколений стариков которые помнят что дед хуан передал мне что ему 350 лет было дед хуан передала этому серфио серфио передал хуаните и так далее и тому подобное то есть тот сосчитали 700 лет и она очень тоненькая но высоко а этого исполнилось две тысячи пятьсот восемьдесят лет и ты как и говоришь он он не не считается деревом а трава до трава да это растение растения нет и назвали его деревом потому что ему очень много лет есть байки что ему там больше 2500 но на самом деле сосчитали что ровно 2500 а мы можем вывести от такого большого объема а это дерево называется дикий лавр потому что у него листья похожи на лавровые только что услышал ты честно я уже заколебался снимать но здесь так все интересно и хочется все снять и показать вам самому конечно посмотреть жигули это единственный в мире автомобиль который может сломаться стоя в гараже Ну что, приехали мы в другой город Тенерифе. Сейчас Усаня спрошу, как он называется, я вообще не в курсе. И здесь деревянные такие прекрасные, балконы. А еще вот здесь такой мини-сад прикольный, сейчас я вам покажу. Парк называется Парк Пуэрта Де Тиера. Ринкорн Де Лос Пойетас. Кто знает испанский, вы меня понимаете. Вот здесь такая красота. Парк называется Парк Пуэрта Де Тиера. А я думал здесь терраса какая-то. Нет, это не терраса. Ничего себе, блин. Идем посмотрим. Сахарный аппарат какой-то здесь. Ну походу древний. А, здесь закрыто, блин. Ну давай я так покажу. Такой маленький сад, но безумно красивый. Интересно. Интересно. А, кстати, я еще не спросил как он называется. Саша, а как называется этот город? Горачико. Центр истории. Город Горачико. Первая средневековая столица. Ребята, мы в столице, где приезжали англичане. Прибывали коммерческие корабли, флотили. Галеоны с золотом, с товарами, с курицами, с зверюшками. Со всеми интересными моментами. Здесь обменивались с нетерпением, с такими товарами, что люди ждали этих купцов целыми годами, десятилетиями. И они перебывали со всего мира. И именно здесь, в городе Горачико, в средневековом порту, тот, который сгорел в 1706 году, 5 мая в 4 утра, просто покончил природой и покрыла лава порт. Но мы сейчас пройдемся по узким улочкам и увидим самую первую цивилизацию, которая строилась на северной точке острова. И также увидим самую первую церквушку на острове. Одно из 1503 года. О, отлично, поехали. Поехали, ребята. Поехали. Мне просто нечего добавить к словам нашего экскурсовода Сани. Блин, но он лучше знает. Я просто буду показывать и снимать, что здесь еще интересного есть. Там вообще бомбический вид. Киносъемочная группа, да, будут приезжать сюда, снимать здесь фильмы. Также в нашем городе, актуально в районе Ботаника, Ботанический сад, где пятерка самого богатого предпринимателя на севере, который построил лоэропарк. Там снимается актуально сегодня фильм. Ребята, 7 сентября, да? Да. Сегодня снимает на Канарах фильм. Не знаю, какой будет сюрпризом. Смотрите нас, ставьте лайки и будет очень жарко. Спасибо, супер. Надеюсь, в этом фильме будет сниматься Том Круз, если не Том Круз, хотя бы Том Хэнкс. Смотрите, какое. Не, ну все, не стареет никогда. Спасибо. Супер, да? Пратестанские, так что они не знали, как так называть веру. То это и католические, то ли протестантские. Короче, Саня говорит, что здесь Форсаж 6 снимался с винным дизелем, блин. Это он, который ценитель семьи. Но самое важное, это семья. И настоящий, как его, крутой мужик. Значит, ребята, здесь снимали интересные фильмы про купцов, исторические фильмы про пиратов и разные интересные моменты. Отслеживайте все, что будет написано в гугле. Ну, задавайте вопросы, что было снято в городе, историческом городе Горачико. А вот здесь были очень много фильмов, в том числе фильм с Вим Дизелем Паукером в главных ролях. Форсаж 6, Fast and Furious 6. Да? И много-много-много разных фильмов. Следите, смотрите, будет очень интересно. Обратите внимание, как лава стекала в 1706 году, 5 мая в 4 утра. То есть она стекала и покрыла весь город. То есть осталось мало архитектуры вдоль побережья. Там, где на сегодняшний день потихоньку-потихоньку регенерируют, реставрируют. И хотят, чтобы этот город так и остался и продолжал свое авторское название, как Горачико. Свободный торговый порт. А Горачико это как переводится? Горачико это как малый торговый порт. Но в те времена он был большим. Это самый главный порт северной части острова Кенриты. И это первая столица, запомните, первая столица Канарских островов. Это первая цивилизация, которая начиналась в 1496 году. Угу, прикольно. Значит, сейчас мы зайдем в табачку. Табачка 5 generation. Поколений. Поколений, 5 поколений. И посмотрим, как Дон Рамон делает свои сигары вручную. Дон Рамон. Если он там есть. Значит, его жена всегда есть. Посмотрим, как они все это делают. Очень интересно. В такой партии проходишь с верхней улицы в нижнюю улицу. Let's go! Счастье. Колоритно здесь так? Да. Даже гранатики растут. Гранатики растут, да? Да. Интересно. Вот такие партии были у бедняков, у бизнесменов. У бедняков, предпринимателей. Значит, вот такие вот. Видимо, сейчас час дня, да? Они уже на съездку пошли. В съездку закрываются. Клоус. Угу. Значит, закрывается машина съездку. Но, вообще-то, вот здесь вот. Вся машинка – это эта. Это самая крутая машинка. Еще с средневековым времен. А вот. Вот. Вот как они здесь даже. Он пытает эти сигары делают. Обрезают. Ставят вот в такие вот пески. Видите? Подойдите поближе. Вот они. Они сейчас там впитываются, сушатся. И делают вот такие вот формочки, как сигары. Вот такие вот. Вот такие вот. Создали такой бренд. Свой бренд, который называется Макуба. Ага. Да? И вот с таким вот времен они сажали плантации табак. Сажали табак, обрабатывали и все вот это вот. Когда, когда кому-то из семьи не нравился какой-то сеньор фотографии выходил с… фотографировали раньше с друзьями, и потом не нравился этот сеньор, который выходил с мужьями на фотографии, то они вот не вытирали, не сносили с фейсбука, как мы. Ага. Просто затирали его. Затирали лицо. Видите? Кому-то из семьи не понравился этот сеньор. Ясно. Настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи. построить жену, отрастить живот и… посадить печи. И это все, что ты смог купить на те сто миллионов. и это все, что ты смог купить на те сто миллионов. Тебе не сложно было найти Торетто. А я и не прятался. А я и не прятался. На Вали. Сейчас-то я автомагистрал один суд. На прошлой неделе команда профессионалов напала на военный конвой. А сейчас заступим им, что ты… Торетто. 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 К любви к этому острову они оставили сердце. Как сказал Вин Дизель, семья – это главная. Самое важное. Tío, el no juzgándose le agradece el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao, con mi tato atribao, usted de esto me lo ha andao. Tío, la gente le encanta sacar pellejo, una nueva profesión, otro polvo chinchero. Tala latinueso, soy chicharronero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Tío, la gente se ha quedado aquí, la gente se ha quedado aquí, esto es una locura. Tío, la gente se ha quedado aquí. Вот на этом месте в древние века пираты Грабили корабли, потому что здесь океан такой стоящий как озеро Здесь нету волн, здесь нету ничего Вот смотрите, здесь очень спокойный океан И как-то нам говорит Саня, что пираты прятали где-то вот в тех скалах А потом, когда корабли приходили сюда, они нападали на них и грабили Короче, сейчас будем хавать папайю Я не знаю, что это такое, я моряк папай знаю Больше ничего, блин С такими вот мускулами Вот эту штучку еще ни разу не пушил, надо загадать желание Ребята, и не только, это чистит печень, ребята После пьянки обязательно кушайте папайю Ваша печень будет как у младенца работать А раз у вас дольчка, будешь еще раз риски попить и выписать Саня, ты намекнуешь, надо сейчас бухнуть, а потом ее закусить У меня все приготовлено, ребята, там в холодильнике, так что Я у меня есть с собой Так, ребята, мы находимся на мысе Тейно Здесь цивилизация заканчивается и даже голые тетки с сиськами купаются Ну не в этом дело, мы сейчас саней разрежем папайю У нас будет очень интересный момент, значит, папайя, которая чистит печень Мы ее сразу отведаем, чтобы приготовить печень к шампанскому Потом выпьем к шампанскому, загрязним, а потом опять папайю почистим Такой процесс будем делать перед скалами Лос-Гигантеса С такими замечательными людьми из Румынии И из Украины То есть мы сегодня самая лучшая нация, которая находится на этой земле, на планете Вот, Молдаване, Молдаване здесь, Молдаване Значит, будем шампанской семисеку, полусухое, очень вкусное, классное Из изюма практически, да? Будем чистить печень два раза Так что в такой рекреативной зоне Поехали, ребята! План чудо, мне он нравится, поехали! Вот так, ребята! Проходит мой отпуск и обзор острова Тенериф Шампанское, папайя И, конечно же, приятная компания Всем удачи! Дело, время, потехи, час Пиво, водочка и квас Если гонка на велике – это велогонка То гонка на самокате – это самогонка Все, я пошла Ну что, вот здесь такая бухта Атлантики Здесь нет волн Здесь можно спокойно скупаться, как в море Саня нас подождет 40 минут Мы окунемся все, кто с ним едет И охладимся И едем, походу, как он говорит, на Булкантейде Ой-ой-ой-ой, идем скупаемся, блин Надо охладиться Ой-ой-ой-ой, как здесь горячо Ох Ох Здесь, походу, рыбаки стопорятся Ох Ох Ой, блядь Вот такая здесь красотища, ребята Стоит приехать, посмотреть, скупаться в Атлантике Где-то еще не последнее мое купание Я его потом еще сниму более подробно Но здесь бухта такая Океан здесь очень тихий Нет волн И отлично Ох Просто супер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, долго нам сидеть или нет Но девчонка на заднем плане Блин, вообще крутая Наверное, ее не видно с этой камеры, да? Однажды я увидел, как голая сестра переодевается Она попросила отвернуться На что я ответил От семьи не отворачиваются Нет Ну что, мы выходим Это пиратская деревня, очень интересная деревня. Ну что, ребята, еще остановились посмотреть вот такой прекрасный вид, здесь парапет, а внизу просто бездна и пропасть, мы где-то на полторы тысячи, по-моему, в высоте, вот такой видок такой, неплохой. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы думаете, стоило сюда приезжать? Я думаю, что да. Это супер. Субтитры сделал DimaTorzok